Про колонию я могу сказать только то, что уже говорил, что патриотический подъем, причем не псевдопатриотический, а действительно, но об этом мне, я знаю, со слов сотрудника. А вот непосредственно с Ефремовым мы на эту тему говорили, и было бы странно, если бы мы не подняли эту тему. Вот при своем последнем посещении, это где-то 20 дней назад было, я ему напрямую задал вопрос, Миш, как ты относишься к этой ситуации? — Он следующее мне сказал, и я отвечаю за то, что эти слова я передаю практически без искажения. «Я против войны в любом проявлении, но я считаю, — сказал Ефремов, — что у руководства нашей страны не было другого выхода». Он очень продолжает переживать за то, что произошло. Не так давно говорил мне, говорит, спать ночью не могу, мне Захаров снится. «Просыпаюсь», — говорит, — «буквально в холодном поту». То есть человек переживает, переживает искренне, и это в психологическом плане определяет его, все его поведение. Он искупает свою вину, искупает то, что совершил, и делает это искренне и последовательно. Да, он продолжает работать в цеху, хотя ему неоднократно предлагали более легкие виды работы. В библиотеке, там, в канцелярии, еще где-то там бумажки перекладывать. Такая непыльная работа. Нет, он говорит, я буду работать, как все. Сказать, что все абсолютно безоблачно, это не совсем правильно. Но Ефремов человек, который не жалуется. Задаешь вопрос ему, Миша, ну как, есть ли какие-то пожелания? Он говорит, Петра Саныча, нет, все в порядке, все отлично. Спасибо. Спасибо.